Хочу сделать свой прогноз на матч российской премьер-лиги между Динамо и Рубином. Это второй уже тур. В первом туре Динамо сыграл в ничью 1-1 с Арсеналом в Туле, причем выигрывал 1-0. А Рубин сыграл также 1-1 в Москве с Локомотивом, отыгравшись, когда проиграл 1-0. Ну, что можно сказать команду? Мне понравился очень Динамо. Динамо понравился в игре с Арсеналом, и Арсенал оказывается не такая слабая команда, потому что я посмотрел их матч сегодня с Крылья Советов, которым Арсенал выиграл на выезде в Самаре 3-2, а до этого с Крылья Советов дома обыграл от ЦСКА. Вы знаете, вот Арсенал в порядке, в полном порядке Арсенал, в полнейшем порядке. И, ну, это респект Динамо, то, что они в Туле сыграли с ними в 1-1, причем ввели 1-0. Да, вот такая история. Вот, а Рубин, Рубин, что? Рубина перестройки сейчас происходит, исполняющий обязанности тренера Роман Шаронов, он руководит командой, и он строит им атакующий стиль игры, да, вот такую. Поэтому, в принципе, забить Рубина можно будет, потому что они будут тоже идти в атаку, они будут сидеть в окопах, как при Бердиве Рубин играл. Поэтому, вот такая история. Я буду тут исходить из печки Динамо. Я считаю, что Динамо должны побеждать дома этот матч, играть на своем любимом стадионе. Кстати, напомню, на этом матче Динамо Рубин будет впервые в России применена система ВАР. Вот, поэтому, вероятность пенальти там очень высока и тому подобное. Я скажу, буду все свои прогнозы, я поставлю два прогноза и буду оба этих прогноза ставить, исходя из победы Динамо. То есть, я считаю, что, скорее всего, Динамо выиграет. Первый мой прогноз – это просто чистая победа Динамо за коэффициент 1.85. Все просто. Скорее всего, Динамо выиграет. Это мой первый прогноз был. Второй прогноз, там коэффициент значительно ниже, 1.57. Это то, что Динамо забьет больше одного мяча. Один забьют, выиграет. Ну, окей. Вот такие два моих прогноза на этот матч. Матч состоится в воскресенье. Повторяю свои прогнозы. Это победа Динамо за коэффициент 1.95. И то, что Динамо забьет больше одного мяча за коэффициент 1.57. Ждем матча. На этом матч впервые будет применена система ВАР в России. И думаем своим головой. И смотрите футбол. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok